Прямо вечер экономических дебатов. Послушайте, Стоун. Я не рассказываю о России, которая там воображаемая в моих фантазиях. Я не экономист, но просто прожив полсотни лет, застал Советский Союз, я уже вижу, жизненный опыт позволяет мне какие-то признаки замечать о том, что будет с экономикой. Да, там проблемы с яйцами, вы их решили, но в Советском Союзе тоже, понимаете, не сразу до карточек дела доходило. Тут достаточно, смотрите, на 24-й год, на 23 декабря, на 24-й год ваше российское правительство закладывает 1% роста экономики и 22% увеличения дохода в рублях. Но тут не надо быть экономистом. Если вы там элементарную математику понимаете, там в бассейн вода вливается, выливается, вы понимаете, что если у вас не увеличивается экономика, оно практически ни на что, вы не производите больше продукции, вы не продаете больше нефти, то есть ВВП растет на 0, на 1% это статистическая погрешность практически. Но вы собираетесь в рублях получить доходы на 22% больше, соответственно, где вы их возьмете? В девальвации рубля. Ну, правда же, да? То есть вы продавать будете столько же нефти, допустим, там, тысячу баррелей, но уже будут они стоить не... Они так и будут стоить, условно говоря, тысячу долларов, но просто вы уже будете получать за них правительство не один миллион рублей, а миллион 220 тысяч рублей. просто обесцените, то есть у вас на рублю, ну, девальвация, я не знаю, вы не знаете, что такое девальвация рубля. То есть это уже вам правительство просто говорит о том, как еще можно эту дополнительную массу денежную рублевую создать, увеличить налоговое бремя на граждан, там, юридические лица, там, Российской Федерации, экономические какие-то агенты. Ну, я не думаю, что это на четверть практически сразу можно выжать соки из... Так что я думаю, что пойдут простейшим путем, создадут инфляцию. И, соответственно, это вызовет по цепочке, там, удорожение того же яйца, удорожение той же курицы, вот и хлеб тот же самый. Ну, прекрасно, что у вас дешевое, зерно в этом году, замечательно. А подорожение хлеба тогда с чем-то, ну, я, по крайней мере, слышу разговоры о том, что дорожает хлеб. Я вам скажу, что дорожает хлеб. Когда, ну, и вообще не хлеб, а вот яйца, хлеб, там, картошка будет. Вот я даже не знаю, что там у вас сейчас происходит. Я просто говорю по своему опыту, как это будет. Когда государство, гречка, самые примитивные продукты для самого бедного населения, они подорожают в первую очередь. Потому что инфляция это всегда, ну, обирает самых бедных. Как это получается? То есть, когда вы начинаете производить танки, когда вы начинаете меньше получать доходов от нефти, там, да, у вас, тех, кто раньше ел, там, допустим, я не знаю, там, шашлыки средний класс, он из среднего класса перемещается в класс низший и начинает есть, там, яичницу. То есть, хочет купить себе яйца. А те, которые, ну, заработали денег, опять же, простейшие, беднейшие свои населения, получили зарплату, они тоже там едят эти яйца, они тоже хотят их побольше поесть. Да, как Путин недавно сказал, что, ну, вот почему яйца исчезли? Потому что люди стали много зарабатывать, стали вместо, там, двух яиц, десять жрать, наверное, от этого вы никуда не денетесь. То есть, вам придется вкладывать деньги, ну, война же не закончится, правда, ну, там, вы называете это слово, для того, чтобы она, вам нужно производить оружие. Танки-то загорают. Мы-то, мы не производим эти танки, Украина, да, нам дают, там, леопарды, абрамсы, нам сейчас, там, патриоты дают, господи, у нас сейчас ПВО Атакамсы, это, ну, много чего нам дают, то есть, но мы на это не расходуем практически ничего. Это все за счет Запада. Но вам-то приходится это делать все самим. И вы уже запустили те совковые заводы, которые оставались, что там они производили стволы, пушки, снаряды, все, они там уже в тресмены хринячат. Для того, чтобы сделать новые заводы, вам надо уже строить новые заводы, новые станки, покупать новых людей, нанимать. То есть, это все расходы, которые, опять же, непроизводительны в том смысле, что они уровень жизни не увеличивают. Количество яиц, кур и мяса в стране они не увеличат этим самым. А валюту будут жрать, потому что надо купить станок, и желательно точные станки, типа немецких, там, японских, а их надо еще через третьи руки купить, там, я не знаю, какую-нибудь там через Армению, которая от вас тоже уже нахлебалась. Но будет вам продавать с удовольствием немецкие станки. Да. Ну, по-моему, это настолько, я просто почему запинаюсь, потому что мне кажется, эти вещи настолько очевидны, что даже странно, зачем их объяснять. То есть, вам придется вкладывать всю свою валюту, которая у вас будет, скорее всего, становиться меньше, просто потому, что там падает добыча нефти, падает цена нефти, санкции вводятся. Вот сегодня там Буш подписал по поводу того, что это обход санкций был. Вас будут, ну, вот всем миром вас потихонечку душат. Ну, потому что они не любят тех людей, которые лезут в соседние страны, блин, убивая там сотнями тысяч людей. Тем паче, когда это происходит в Европе, рядом с Польшей, рядом с Германией, рядом, ну, то есть, извините меня, понятно, что я не сильно, вот я лично, да, я понимаю, я не сильно лично переживал за сомалийцев. Но я понимаю, почему сейчас... И, наверное, немцы также не переживали за сомалийцев. А за украинцев они переживают больше не потому, что сомалийцы менее дороги, чем украинцы. Я думаю, что большинство немцев ровно так же к нам относится, как и к сомалийцам. Но просто Украина, вот она под боком. Поэтому они сейчас за себя переживают, когда нам деньги дают на то, чтобы мы от вас отбились, от россиян, от расистов. И поэтому вам денег, валюты будет тем или иным способом, все меньше и меньше. Валюты меньше, доходы меньше. А что, собственно... Так что, в любом случае, постепенно это будет возвращаться. Вот когда там Овчан еще после 2014 года это сформировал, что наша страна... Он в россияне. Наша страна сейчас движется по пути, по шкале времени назад. То есть, каждые пять лет отнимайте назад. Будете в 2000-х, будете потом в 90-х. Потом дворники с машин на ночь начнете снимать. Понимаете прогресс? Это его слова. Это я его процитировал. То есть, это он сказал, ну, 14-15-й, где-то там. Ну, после аннексии Крыма. Ну, умным людям тогда уже было понятно, что это... Ну, аннексия России, это первое-третье тысячелетие случая суицида целого государства. В 2014 году я написал. Не то, что там я себя считаю там пророком или еще кем-то, но это просто настолько очевидные вещи, что даже глупо. Так что будет у вас все. Это уже неизбежно. Тут вопрос только в сроках. Оно может корректироваться там прыжком с цен на нефть туда-сюда. Насколько ваши действительно выдающиеся там предприниматели обходят санкции там великолепно. Вы самая подсанкционная сторона в мире и у вас умудряется там... Вы доход от экспорта в прошлом году получили не 430, как среднестатистически, там с 12-го года в год от экспорта, а на 160 миллиардов больше. Это просто великолепно. Так что, но никуда вы не денетесь. То есть это шарик, который по раковине катается, и в любом случае он будет в сливном бачке, вот в этом... В сливном отверстии. И я рад, что мы сейчас, украинцы, боремся за то, что в этом сливном отверстии не оказалось вместе с Российской Федерацией Украины. Вот и все. А то, что у вас будет уменьшаться, ну, и ухудшаться, и это не избежать. Редактор субтитров А.Семкин